Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня у нас на распаковке зеленый лазерный уровень Firecore EK118G. Пришел вот в такой упаковке, пришел как всегда быстро в районе двух недель. Давайте скроем и посмотрим поближе. Запакован как всегда отлично, вот в такой коробочке. Здесь находится сумка, инструкция и друзья очередной брелочек, только на этот раз уже резиновый мишка. Так друзья, инструкция такая бумажная на двух листочках, по характеристикам мы видим погрешность 1 миллиметр на 5 метров, то есть 0,2 миллиметра на метр, диапазон компенсатора плюс-минус 4 градуса, рабочая дистанция 20 метров, рабочая температура от минус 10 до плюс 50, температура хранения от минус 20 до плюс 60, размеры, время беспрерывной работы от комплекта батареек 4 часа, защита корпуса IP54, вес и три батарейки. В комплект входит сам уровень, магнитная зеленая мишенька, ремешок для сумки и вот такое магнитное настенное крепление и сама сумка для переноски. Да, друзья, этот уровень я знаю уже давно, на российском рынке он присутствует под названием RGK PR110, на данный момент RGK стоит 6000 рублей, но только с красным лучом. Этот уровень идет с зеленым лучом, уже с новыми модулями от японской компании Sharp и стоит на сегодня 6300 рублей, то есть на 300 рублей дороже, но с зеленым лучом и с хорошими LD модулями. Да, с апреля месяца компания Fireco меняет во всех зеленых своих нивелирах лазерные модули от германской компании Osram на лазерные LD модули от японской компании Sharp, кто еще не знает. В этом нивелире стоят уже новые модули и у меня есть Fireco 3D с модулями от компании Osram, сегодня мы конечно же их сравним. Так, ну давайте все поближе посмотрим. Вот такая зеленая мишенька с двумя шкалами в дюймах и в сантиметрах, сверху два неодимовых магнита, ну в принципе стандартная мишенька. Друзья, новое уже более компактное и такое мощное крепление магнитное, очень толстый пластик, здесь два мощных неодимовых магнита и четыре таких резиновых пяточки, чтобы поверхность куда магните не царапалась. И друзья, конечно же сам уровень, он сделан просто отлично, как всегда сверху одна клавиша и два индикатора. Снизу резьба 1,4 дюйма, батарейный отсек на три батарейки, крышка батарейного отсека тоже такая мощная и обрезиненная. Весь корпус тоже, как видите, обрезинен. Друзья, уровень знаю этот давно, у меня был RGK PR110, корпус у него идентичный, сделан он действительно очень круто и у него корпус такой очень сбитый, как камень. Спереди стоит два излучателя, вертикальный и горизонтальный. Так, ну давайте включим и посмотрим, какой функционал у него заложен. У нивелира трехпозиционный тумблер выключено, включена и посередине работа с заблокированным компенсатором. Сверху кнопка для переключения плоскостей по отдельности, этот индикатор загорается, когда вы работаете с заблокированным компенсатором, и этот индикатор начинает мигать, когда батарея у вас садятся. Режима работ с приемником у него, к сожалению, нет. Так, ну давайте включим и посмотрим, то есть вот посередине, это режим работы с заблокированным компенсатором. В этом режиме линии будут мигать где-то раз в 5 секунд и на приборе будет гореть красный индикатор. Кнопкой сверху переключайте вертикаль, горизонталь по отдельности и следующее положение открывает маятник. При наклоне больше 4 градусов линии будут мигать и будет издаваться вот такой вполне приятный звук, не совсем раздражающий. Устанавливается компенсатор, не скажу что быстро, где-то в районе 5 секунд, то есть достаточно долго. Да, друзья, забыл еще сказать про отличную вертикальную развертку, то есть из-за того что апертура у него скошена, лазерный вертикальный луч закидывается за прибор, то есть даже в ограниченном пространстве, если поставить прибор к противоположной стене, то он захватит практически всю плоскость 360, то есть линия пойдет по полу, по стене, по потолку и также сзади по стене и будет доходить практически до прибора. С разверткой по горизонтали тоже все в порядке, линия не доходит до прибора совсем чуть-чуть, буквально пару сантиметров. И давайте сейчас сравним яркость и толщину линии на одном метре, 5 метрах и 15 метрах и посмотрим какие есть различия. Так, друзья, вот два наших нивелира, можете оценить их габариты по отношению друг к другу и давайте включим и посмотрим ширину линии на расстоянии одного метра. Так, друзья, на расстоянии одного метра сразу можете оценить различия по цвету Fireco 3D сверху, Fireco EK118 Green снизу и на этом расстоянии Fireco 3D выигрывает, линия у него в районе полутора миллиметров, у Fireco EK118 чуть меньше двух миллиметров. Ну давайте посмотрим как будет на расстоянии пяти метров. Так, друзья, на пяти метрах ситуация начинает выравниваться, EK118 Green уже где-то в районе полтора миллиметра толщина линии, у Fireco 3D Green тоже где-то полтора миллиметра, но все-таки Fireco EK118G чуть-чуть потолще. Если говорить про четкость линии, то линия очень однородная и края очень четкие, то есть линия на самом деле очень классная и давайте посмотрим на 15 метрах. И в итоге на 15 метрах с большим отрывом побеждает Fireco EK118 Green, его линия идет снизу, она раза в полтора тоньше чем у Fireco 3D, где-то в районе трех миллиметров, у Fireco 3D в районе четырех-пяти миллиметров. В общем, друзья, классный уровень, все четко сделано, стоят на самом деле очень хорошие лазерные модули, на ближних расстояниях они конечно практически не выигрывают у лазерных модулей остром, но на дальнем расстоянии, как вы видели, луч намного ярче и намного тоньше, но тут конечно надо не забывать, что все-таки у Fireco 3D стоят конусные призмы, у Fireco EK118 Green стоят цилиндрические призмы. Друзья, на этом все, ссылку на проверенного продавца я как всегда оставлю под видео, оставлю и на этот прибор, и на этот, и на отдельное крепление с микролифтом, тоже кстати классное крепление, оно есть как с дополнительной прищепкой потолочной, так и без. Если видео было полезно, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok